Елена Колесникова сумела вовлечь в работу фирмы «Оптовки» сотни жителей Карагандинского региона. Деньги в ее финансовую пирамиду вложили и темиртаусцы. Вкладчики говорят, что среди тех, кто ждал дивиденды отложенных средств, много предпринимателей, владельцев бутиков супермаркета «Пассаж». Вложенные суммы вкладчиков порой достигали миллионов тенге. Все это привлекло внимание полицейских и прокуроров области. Несколько недель назад вкладчики собрались у здания прокуратуры в Караганде в надежде узнать, в чем подозревают главу компании. Выяснилось, что в мошенничестве. «Поступил рапорт с угод ДВД Карагандинской области, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в деятельности ТОО усматриваются признаки статиста 90, как вы правильно заметили, мошенничество. Признаки. Признаки, понимаете? Сейчас утверждать, я в очередной раз повторяю, на стоящее время, на сегодняшний день утверждать о наличии в действиях Колесниковой и других, получается, членов персонала этой организации, я утверждать не могу, что есть виновность в совершении указанного преступления. Потому это и является досудебным расследованием. То есть окончательное решение будет принято позже, после опять-таки проведенных мероприятий и следственных действий». После тщательной проверки дело в отношении Елены Колесниковой переквалифицировано. Сейчас ведется расследование по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой». Следствием установлено, что глава Аптовки намеревалась скрыться и не имела постоянного места жительства в Караганде. Она жила на съемной квартире и тайно вывезла своих детей на территорию России. Установлено, что Колесникова не занимается никакой предпринимательской деятельностью и не имеет никакой производственной базы. У фирмы нет строительных бригад и оборудования. Сейчас расследование этого уголовного дела находится на контроле полиции и органов прокуратуры. Сумма ущерба, нанесенного компанией, оценивается в 100 миллионов тенге. В полиции уже находится 50 заявлений от вкладчиков с требованием привлечь к уголовной ответственности подозреваемую. В настоящее время принимаются меры по становлению всех пострадавших и выясняется реальная сумма вложенных денег. Полицейские призывают пострадавших от деятельности финансовой пирамиды обращаться в органы внутренних дел. Анжелика Волкович, Сергей Баданин, Новости Тимиртау.